Добрый день! Это видеоинтервью Federal Press. Меня зовут Оксана Дяйкина. Сегодня мы поговорим о подписанном вчера соглашении между исполняющими обязанностями губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Два региона вскоре будут объединены в единый субъект федерации. Какие еще регионы могут объединиться в нашей стране и что принесет жителям Архангельской области и Ненецкого автономного округа это объединение, нам расскажет руководитель федеральной экспертной сети клуб регионов политолог Сергей Старовойтов. Сергей, первый вопрос. 12 мая произошло историческое событие. Главы регионов Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали соглашение об объединении регионов. Таковы предпосылки этого решения? Я вижу и сейчас широко это обсуждается и в политтехнологических, и в политологических кругах, и в кругах специалистов по госуправлению обсуждается несколько версий такого слияния. Так вот в таких гипотезах сейчас преобладают несколько версий. Одна из версий это такая конспирологически-экономическая условные ковальчуки с Чемизовыми борются с Артенбергами, с другими ужасными олигархами, которые хотят поглотить все и в основном борьба происходит за Северный морской путь, за контроль потоков в Северный морской путь. Потому что предполагается, что один из регионов, либо Архангельск, либо Мурманск, должен стать портом, в котором будет происходить вся погрузка-разгрузка всех грузов, которые пойдут по Северному морскому пути. Это огромный объем, это российская, это соединит Европу, китайский трафик, трафик с юга, который будет подниматься наверх, к северным регионам. То есть это очень большой и очень серьезный в экономическом смысле проект. Понятно, что тот порт и тот регион, в котором будет находиться такой порт, он выиграет экономически очень серьезно. Это один из моментов, один из мотивов. Второй мотив, это мотив политический или политикологический скорее, который звучит следующим образом, что никакое объединение не произойдет или произойдет, но это и не важно. Уж самое главное выиграть выборы господину Цигурскому, который с поста руководителя НАУ, главы Нинского автономного округа, назначен сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, после того, как господин Орлов покинул этот непростой пост. А мы с вами помним все, что вокруг Шиеса было, вот весь этот, все эти предреволюционные настроения. И, конечно, быть губернатором Архангельской области сейчас крайне-крайне непросто. Нужна какая-то идея, нужен какой-то, нужен резкий слом той информационной повестки, которая была в регионе до этого, экологическая повестка. И сейчас политтехнологи, работающие с Цибульским, предложили именно такую схему для того, чтобы переключить внимание общественности с экологической повестки на повестку объединительную. И ровно это уже сейчас и происходит. Все забыли экологические темы, все переключились на обсуждение, кому это выгодно. Архангел-городцам, жителям Ненинского округа, в чем плюсы, в чем минусы. Ну, в общем, в этом смысле, конечно, эта тема работает. Я вот все жду, что все-таки кто-то из наших ответственных за государственное управление людей, а вообще это роль, конечно, премьер-министра в данном случае, да, который мог бы объяснить, что происходит, почему Российская Федерация меняет свое государственное устройство в части регионального деления. Я думаю, мы с вами попытаемся немножечко помочь нашему государству, да, если вместе сможем объяснить, зачем это объединение, собственно, нужно. Вы совершенно правильно заметили, здесь у Цибульского действительно есть, ну, наверное, некая политическая выгода, поскольку Ненинский автономный округ куда богаче, нежели адаптационная Архангельская область. А на ваш взгляд, какие все-таки выгоды при объединении получат и тот регион, и другой, вот, если можно о них сказать? Из основных выгод для объединения Архангельская область, как старший партнер в этом объединении, конечно, получит по количеству избирателей, вернее так, количество избирателей там тоже, в данном случае по количеству жителей, да, Архангельская область около миллиона человек, более миллиона человек, Ненинский автономный округ 44 тысячи человек. Там диспропорция в 25-26 раз, да, 11-6, понятно, что при том, что Ненинский автономный округ более богатая территория, более богатый регион за счет бюджетной обеспеченности с помощью нефтяных компаний, налоговых поступлений от нефтяных компаний. Ненинский округ богатый регион, и Архангельская область бедный регион. Поэтому за счет такого слияния Архангельская область выиграет за счет уравнивания доходов. Что выигрывает Ненинский округ, совершенно непонятно в этой конструкции, потому что, опять же, объяснений никаких нет, кроме того, что будет сокращен административно-чиновничий аппарат. Но для жителя Ненинской области это слабое утешение. Там есть еще очень сложная тема, связанная с интересами коренных и малочисленных народов Севера. которые тоже завязаны в очень тонкие связи, где где-то нефтяные компании помогают им, где-то руководство регионов, где-то какие-то правительственные и федеральные поступления. Но в целом с ними тоже предстоит разговаривать. А тема эта очень болезненная, потому что малые народы, они традиционно занимают такую позицию в поисках, на что обидеться. И вот этот диалог, а у нас национальный диалог в России всегда очень сложный, всегда очень болезненный с двух сторон. Мы боимся обсуждать эти темы, нам очень неловко разговаривать на эти темы. И он всегда происходит с точки зрения этнического меньшинства обиженного на федеральные решения в этой части. Поэтому этот диалог тоже может существенно повлиять на суть и внутреннее содержание происходящих процессов. А как Вы считаете, могут ли пострадать все-таки малые народы от этого объединения? Или наоборот они могут что-то приобрести? Да, Вы знаете, я думаю, что они не пострадают и ничего они не приобретут, но какие-то свои... Ну, поторговаться они смогут, скажем так. Вот эта ситуация для них, так как их позиция будет важна в политическом диалоге, так как от них будет кое-что зависеть, конечно же у них появляется возможность для торга на этом направлении. И нисколько я не сомневаюсь, что они этим окном возможностей, конечно, воспользуются. Я слышала такую точку зрения, что Ненецкий автономный округ получит определенный толчок в развитии образования, что там якобы не хватает высших учебных заведений, и возможно после объединения регионов ситуация будет чуть получше. Что Вы об этом думаете? Я думаю, что никто там никакий новый университет создавать не будет, потому что ничего не мешало, например, господину Цибульскому делать это на протяжении своего предыдущего срока. И учитывая ту миграцию, в том числе и то, насколько сейчас легко учиться в университетах других регионов, мы понимаем, что жители Ненецкого округа при желании и возможности могут учиться и в Архангельске, могут учиться в Питере и так далее. Ненецкий округ не настолько далек от континентальной России, от большой земли, если вот с этой точки зрения, ровно как они и поступают, школьники, абитуриенты, ненецкие. Если они способны, они едут и учатся. Здесь я не вижу никаких особых плюсов, которые возникли в этой ситуации. Я, кстати, слышала, что у существенного количества жителей Ненецкого округа есть квартиры в Архангельске. Конечно, ну они, там, вы понимаете, они, вот в этой ситуации, почему объединение здесь логично, да? Я ведь говорю не о том, что объединение нелогично, да, что объединять их не нужно. Я говорю, и, конечно, с точки зрения вот этого, это микродробление, оно абсолютно непонятно, да? Ну зачем, ну что такое 40 тысяч жителей? Ну это, это одного, численные жители одного райцентра. Понятно, что Ненецкий округ это, по сути, райцентр Архангельской области. Ну как, например, Курганская область, она завязана на Челябинскую область. И это говорят сами, недавно разговаривал человек из Курганской области, он ровно об этом и говорит. Работают в Челябинске, там, часть в Свердловске, в Екатеринбурге, да, в Свердловской области. Очень насыщенные разного рода экономические, социальные, там, личные какие-то связи. Поэтому Ненецкий округ, он, конечно, исторически является частью вот этого вот, вот этой агломерации, если угодно, да, Архангельской. Ну там еще некоторые говорят, что и Вологодчину, туда же можно и Коми, да, присовокупить вот в эту большую агломерацию, они особо и не приносят. Находиться в составе большого субъекта, это, конечно, выгоднее и со всех точек зрения, потому что экономика большого субъекта начинает развиваться более интенсивно, чем экономика маленького субъекта, забытого. Мы видим, например, что, ну, ровно это происходит с районами, например, ну, там, Московской области, да, близость к центру, к крупному финансовому, крупному промышленному, крупному там, административному центру, конечно же, дает им больше возможностей потенциала для роста. На ваш взгляд, как воспримут жители Ненецкого автономного округа это объединение? Все-таки они побугачат и живут, наверное. Слушайте, ну, они скажут свою позицию на референдуме, а объединение будет проведено в форме голосования, и, в общем-то, у жителей Архангельской области и Ненецкого округа этот год получится такой многоголосовательный, да, им надо будет проголосовать за их поправки в Конституцию летом, скорее всего, потом в сентябре им надо будет выбрать губернатора, проголосовать за объединение. И в этом тоже есть политтехнологический такой ход, потому что такой вопрос принципиальный, конечно, повлияет на большую явку. Голосование будет более массовым, потому что люди придут голосовать за, в первую очередь, за вопросы объединяться или не объединяться, и только во вторую очередь голосовать за Цибульского или голосовать за кого-то другого, кто появится. Не исключено, что в этом и есть как бы политтехнологическая хитрость, и неважно, как проголосуют за вопрос референдума, главное, что будет обеспечено явка, главное, что будет обеспечено голосование за временно исполняющего обязанности. Это создает совершенно новую повестку, и у временно исполняющего обязанности кандидата губернатора Цибульского появится содержание его избирательной кампании. Не надо будет выдумывать на современной сложной экономической ситуации какие-то непростые обещания, какие-то конструкции, что-то рассказывать про ШИИС, и опять актуализировать эту тему. Надо будет говорить про объединение и про выгоды, связанные с объединением для архангелогородцев. Это очень хорошее содержание кампании, потому что это формирует образ будущего и для архангелогородцев, жителей Архангельской области, и для жителей Ненинского автономного округа. Потому что, да, возникает в этом случае такая сложная технологическая задача, как убедить жителей НАУ принять эту идею, найти для себя аргументы. Но это не более чем задача в данном случае. Но самое важное, то есть как заручиться с симпатиями жителей Архангельской области, этот проект решает. Вот интересно, как вы думаете, почему в Рио губернаторе Ненинского округа пошел на подписание соглашения? Ну, здесь вообще все очень просто. Он был заместителем Цибульского в Ненинском округе, сейчас ему Цибульский сказал, будешь заместителем моим в объединенном этом регионе. Ну что, для человека ничего не меняется совершенно, понимаете? Вот его мотивы-то как раз понятнее всего, что здесь происходит. Понятно. Почему все-таки, на ваш взгляд, соглашение подписано именно сейчас? У обоих глав есть приставки в Рио. Не проще ли им было дождаться своего, например, официального избрания, чтобы такое соглашение подписать? Ну, здесь мы возвращаемся к тому же вопросу, к политтехнологической надобности. То есть, избирательной кампании нужна повестка, которая сломает экологически конфликтную повестку. Кампании нужен, и кандидатам нужен образ будущего, с которым они будут работать. В этой ситуации у Цибульского все получается замечательно, у временно исполняющего Ненинского округа чуть посложнее. Ну вот, хочешь быть заместителем, иди убеждай своих людей, что это им тоже надо. Ну вот, вот человек в борьбе, значит, заслужит право свое быть заместителем, оставаться на своем посту в данном случае, или быть заместителем в более расширенном регионе. Какие еще регионы, на ваш взгляд, могут укрепиться, объединиться в ближайшие годы? Тут у нас прогнозы делались и по Москве, и Подмосковью, Санкт-Петербургу, и Ленинградской области, а также присоединение Курганской к одной из соседних областей, говорили и о расформировании Еврейской автономной области, а также объединение Алтая и Алтайского края, ну и укрепление ряда регионов Центральной России. И вот сегодня я видела информацию, опять же возвращаются к теме в Тюменской области. Ну как вы считаете, темы эти вообще актуальны, и будет ли происходить в дальнейшем такое объяснение, и если да, то где? Я скажу о том, что напугать региональные элиты объединением с соседним субъектом, это вообще любимая история, любимая политтехнологическая история, да? Это тема, которая взрывает регион изнутри, потому что в информационном плане, и все начинают только это обсуждать. Такие приемы используются как для отвлечения внимания, так и для переключения с какой-то нежелательной темы. Что касается объединения, опять же происходит это ровно от того, что федеральная власть не может сформулировать и не может озвучить свои конкретные планы в части объединения. Никто не объясняет. Соответственно, каждый регион понимает, что ему также могут завтра объявить, да, вот курганцам завтра объединятся, все, товарищи, вы в сентябре будете голосовать на референдуме за объединение, и им останется только глаза удивленно открывать. Соответственно, если нет четкой информационной политики в этой части, то возникает пространство для интерпретации каких-то слухов. И мы с вами ровно вот сейчас в этом пространстве находимся, да, когда будем гадать про Курганы, Челябинск, Москву и Московскую область. Этих-то уж зачем, совершенно непонятно. Какие-то другие регионы можно на юге вспоминать, да, вот. То есть, по сути, если мы понимаем, что единственное, что мы понимаем в этом вопросе, что логика федеральной власти приблизительно такая. Берем маленький субъект федерации и думаем, кому его можно присовокупить. Соответственно, все небольшие субъекты федерации начинают сейчас понимать, что завтра это может коснуться и их. А вот коснется или нет, непонятно. Местные чиновники не могут и местные губернаторы объяснить и ответить на этот вопрос. Чем активно пользуется оппозиция? Потому что это очень хорошее поле для оппозиционной активности. Заявлять о том, что мы должны оставаться независимыми, если нас присоединят, мы размоемся, ну и так далее, так далее, так далее. Появляется целый набор контраргументации. Я не исключаю, что сейчас во многих малых субъектах начнется такого рода в этом году, в следующем году появятся политики, которые вырастут на теме и наберут популярность на теме защиты региональных интересов. А от этой темы совершенно недалеко до регионального сепаратизма. Потому что вот сейчас, например, Быкова в Красноярском крае обвиняют ровно в этом, что Анатолий Быков создал некое политическое движение «Наша Сибирь», по-моему оно называется, которое активно пропагандировало идею самодостаточности Красноярского края, экономической, и от этого недалеко и к политической, а то и к административной независимости. Более того, как для любой федерации, тема регионального сепаратизма, она очень болезненна для России с эпохи Ельцинского «берите суверенитета сколько хотите», с эпохи развала. Это наша такая родовая травма для России, историческая. Потому что Россия современная возникла, вот Российская Федерация в том виде, в котором мы ее знаем, возникла на развалинах Советского Союза. Потому что нынешняя Россия потеряла регионы, а не приобрела их. Мы не будем сейчас вспоминать Российскую империю, если говорить про современный исторический отрезок, то, конечно же, мы только потеряли. Поэтому у российской власти эта тема так актуальна. Так вот, объединение запускает, каждый раз объединение запускает новый виток такого регионального сепаратизма в части защиты своих интересов. Местные элиты начинают активно обсуждать тему, почему нам не надо объединяться с соседними территориями. Ну, а до этого недалеко, и вот до этой идеи, что мы настолько самодостаточно, что вообще могли бы прожить и без всяких объединений. Поэтому я еще раз говорю, что важнейшей темой, на мой взгляд, является разговор об объединениях регионов с точки зрения интересов всей России. Вот этого мы не понимаем до сих пор, и этого никто не говорит. Как объединение двух территорий, Архангельской области и Неменского округа, в целом улучшит ситуацию во всей стране. Ведь в этом должна быть задача, правильно? Если бы нам рассказали о том, что, посмотрите, мы начнем быстрее строить северный морской пульт, и Россия заработает на этом, получит политическое влияние в мире, и мы сможем преодолевать санкции благодаря вот этим всем экономическим прорывам, тогда бы было понятно. А мы с Егимой гадаем, мы видим, что есть некая манипуляция политтехнологического характера, и совершенно не видим плюсов для всей страны. И это главное, о чем, на мой взгляд, стоит говорить, а не обсуждать интересы конкретного Цибульского, или конкретных элит в Ненецком автономном округе. Ну, очевидно, тут аргументация достаточно весомая, которую мы пока не знаем с точки зрения главы государства, с точки зрения людей, которые аргументировали ему это, его подчиненных. Ну, будем рассчитывать на то, что, вот еще раз повторю, без объединения в этом году невозможно было совершить что-то очень важное. Вот. И вряд ли это, конечно, выбор господина Цибульского. Скорее всего, я все-таки рассчитываю на это, что это какие-то процессы принципиально важные для всей России, а не только для этих двух субъектов. Спасибо большое. У нас сегодня на связи был Сергей Старовойтов, руководитель федеральной экспертной сети Клуб Регионов. Следите за нашими новыми видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, и отпускайте наши новые продукты. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok